Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Это видео я прошу внимательно посмотреть тех, кто заключил или собирается заключать договора с поставщиками этой техники в ближайшее время. Те, кто уже купил, пожалуйста, проверьте свои ПТС или позвоните вашим поставщикам и поинтересуйтесь ВИН вашего прицепа. Это по сути схема по уходу от части таможенных пошлин, которые уплачиваются в бюджет. Но на подобную социальную инициативу положили глаз аферист. Личное использование такого автомобиля тогда становится под сомнение. Серая схема из-за расплывчатой формулировки. Как вы думаете, налоговая не захочет проверить эту сделку? Правоохранители смогут довести дело до суда. Можно ввести речь ее об уголовном преступлении. На второй странице ПТС есть пункт, документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности и напротив буквы и цифры. Если среди этих букв есть BY BY, то есть Белоруссия, то с большой долей вероятности ваш прицеп был растаможен, используя серую схему ухода от таможенных платежей. Как эта схема работает? Барыга, частный перегонщик, а в данном случае владельцы этого сайтик, с целью получить конкурентное преимущество не разрабатывают проекты и маршруты, не мотаются по выставкам и не изучают технику, не делают видеообзоры, а шныряют по форумам, ищут инвалидов, берут у них копию паспорта, доверенность и от имени этого самого инвалида покупают в Германии прицеп. Затем, используя ту же доверенность, также от его имени, то есть имени инвалида, растамаживают прицеп, уплачивая в бюджет только 50% от стоимости таможенных платежей и даже не ставя прицеп на учет, заключают с инвалидом договор купли-продажи. Инвалид, который находится на иждивении, вдруг внезапно покупает автомобиль за 40 тысяч долларов. Переводит в собственность на себя и уезжает в Россию. Инвалид при этом получает 10 тысяч рублей, какие-никакие деньги, а сами вот эти барыги получают ценовое конкурентное преимущество, используя серую схему увода денежных средств из бюджета государства. Ну, конечно же, всем хочется купить прицеп подешевле, это понятно, да, но какие последствия могут быть от такой вот покупки? Имея такую информацию на руках, как вы думаете, налоговая не захочет проверить эту сделку? Страдают от этой схемы не эти барыги, а конечные владельцы прицепов, то есть вы. С барыги взятки гладкие, он продал технику, получил свои деньги и опять сидит на форуме и ищет инвалида. А вы, как владелец техники, таможенное оформление которое прошло по серой схеме, получите в госуслугах письмо счастья о том, что ПТС вашего прицепа отозван. И вы можете с ним путешествовать до первого ГИБДДшника, который поставит ваш прицеп на штрафстоянку. Почему так произойдет? Все ПТС с буквами БАЙ в настоящее время находятся под особым вниманием. Опрашиваются все инвалиды, через которые транспортные средства были пропущены. Если материальный уровень и доход инвалида не позволяет ему купить прицеп, который он растаможил по льготной схеме, то таможенная декларация отзывается. Налоговые инспекции имеют право запросить сведения о доходе и сравнить его с расходами гражданина на приобретение того или иного транспортного средства. А если этот инвалид заявляет, что он к этому прицепу еще и не имел никакого отношения, то помимо отзыва таможенной декларации еще и заводится уголовное дело. А если будет доказан умысел, а также доказан то, что действует некая группа, либо размер будет превышать допустимый предел, то можно ввести речь и об уголовном преступлении. В этом случае к вашему транспортному средству будет применена статья 318 Федерального закона от 3 августа 2018 года номер 289 о таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты. Ссылка на эту статью под этим видео. Статья 318. Изъятие товаров, которые незаконно пересмещены через таможенную границу Союза, либо выпуск которых не произведен таможенными органами в соответствии с Кодексом Союза. И товаров, выпущенных на территорию Российской Федерации, в отношении которых нарушены условия применения таможенных процедур или ограничения по пользованию, подлежат изъятию таможенными органами. Черным по белому написано. Пожалуйста, проверьте свои ПТС. Если на втором листе стоит БАЙ и вы купили прицеп значительно ниже его стоимости, значит вашими продавцами была применена серая схема и ваш прицеп рано или поздно будет у вас изъят. Это по сути схема по уходу от части таможенных пошлин, которые уплачиваются в бюджет. Ну а эти продавцы никак не пострадают. Юридически они невиновны. А вы останетесь без прицепа. Уважаемые путешественники, те, кто собрались покупать прицепы автодома, имейте в виду, если стоимость нового прицепа у кого-то значительно ниже фоновой цены на рынке, фоновой цены, значит применена где-то серая схема. Существует лазейка в виде 140-го закона, который позволяет инвалидам снижать таможенную пошлину на 50%. Это серая схема. Если вы купите прицеп, который был растаможен по этой серой схеме, а инвалид скажет о том, что он к растаможке никакого отношения не имеет, а скорее всего он так скажет, потому что естественно он испугается и скажет, я не я и лошадь не моя, то в Белоруссии будет заведено уголовное дело, а вас как минимум лишат этой техники. Правоохранители смогут довести дело до суда. Статью нормативного акта закона я вам привел. Прицеп будет изъят. Ну что, поехали дальше. И снова автомобильная тема. Почти год назад в Беларуси вступил в силу 140-й указ, по которому инвалиды многодетной семьи могут растаможить автомобиль на специальных льготных условиях. Для этой категории лиц стоимость сбора будет вдвое ниже. Но на подобную социальную инициативу положили глаз аферисты, которые массово возят в Беларусь автомобили из-за рубежа, оформляя их на категорию граждан, которая подпадает под льготу. Вот и получается, по документам инвалиды и многодетные покупают раритетные автомобили вековой давности, спорткары и машины премиум-класса. А по факту, оформляя для кого-то документы, люди не видят, что привозят на их имя. С одной стороны, все в плюсе. Перегонщики, которые снижают стоимость авто за счет дешевой растаможки, и сами льготники, которые зарабатывают за такую сделку несколько сотен долларов. Но что ожидает участников этой схемы в будущем? Владимир Королев задал этот вопрос специалистам. Когда плюс может обернуться серьезным штрафом и даже уголовным делом? Расследование главного эфира. Мне объяснили, что я просто попадаю под льготный указ и, по сути, не нарушаю закон. Эта многодетная мама стала обладателем дорогого автомобиля. Правда, на несколько дней. Она не участвовала в лотереи. На женщину оформили документы, чтобы сэкономить несколько тысяч долларов на растаможке. За такую нехитрую сделку она заработала 400 долларов. И обещает оформить на себя автомобиль снова. Через год, как это и допускает закон. Мне предложили неплохой заработок. И я считаю, что от денег нельзя отказываться. И таких временных владельцев авто в Беларуси становится все больше. В интернете много предложений растаможить машину на льготных условиях. Под категорию льготников подпадают инвалиды, первый и второй групп, а также многодетные родители, причем оба. В указе прописано, что это можно сделать один раз в год для собственных нужд. Но как долго должна находиться машина у владельца, после покупки не уточняется. Законодательство нам не запрещает купить утром автомобиль, а после обеда его продать. Но личное использование такого автомобиля тогда становится под сомнение. Во многих случаях льготная категория граждан автомобили такие не видит в глаза. Вот и получается серая схема из-за расплывчатой формулировки. Группа предприимчивых молодых людей ищет инвалидов, которым предлагается, скорее всего, наверное же за вознаграждение удостоверить такие доверенности на их имя, по которым покупается машина и пригоняется на территорию Республики Беларусь, при этом оплачивается 50% пошлина. После эти же инвалиды и многодетные родители приходят к нотариусу и удостоверяют доверенность на продажу этих же автомобилей. Фактически льготники становятся владельцами дорогих автомобилей на несколько дней. Их заработок за такую услугу составляет от 300 до 600 долларов. Сколько человек за год воспользовались льготной растаможкой, неизвестно, как и нестное число льготников, которые тут же распрощались с машиной. Сейчас мы не пытаемся жаловаться, что люди зарабатывают быстрые деньги, используя лазейку в законе и уж тем более не призываем никого к справедливости. Просто давайте смодулируем ситуацию. Инвалид, который находится на иждивении, вдруг внезапно покупает автомобиль за 40 тысяч долларов. Кстати, это не самая высокая цена. Плюс платит растаможку. И вот имея такую информацию на руках, как вы думаете, налоговая не захочет проверить эту сделку? По документам все сделки производил инвалид или многодетный родитель, а значит и отчитываться перед налоговой должен льготник за внезапное обогащение. Мы еще можем пояснить, что налоговые инспекции имеют право запросить сведения о доходе и сравнить его с расходами гражданина на приобретение того или иного транспортного средства. Сможет ли инвалид или многодетная семья подтвердить законность приобретенного авто? Это не проблема серых перегончиков, которые и поставили прибыльное дело на поток. Бизнес – ничего личного. Но юристы уверяют, при желании правоохранители смогут довести дело до суда и в отношении серых кардиналов. Это, по сути, схема по уходу от части таможенных пошлин, которые уплачиваются в бюджет. Административный кодекс предусматривает наказание, видя 40% от суммы, неуплаченной по таможенной пошлине, но не менее 10 базовых величин. А если будет доказан умысел, а также доказан то, что действует некая группа, либо размер будет превышать допустимые пределы, то можно вести речь и об уголовном преступлении. При оформлении подобных сделок рискует и тот, кто заплатил за авто. Прецедент – в Жодино. Инвалид, на которого оформляли машину, умер. Автомобиль пригнали, но не успели поставить на учет. Для родственников усопшего – неплохое наследство. Эта история со смертью – это в Жодино была? Да, это в Жодино. Звонили, люди консультировались. То есть она еще не решена? Нет, она еще не решена. Человек умер. То есть ни документов у него, кроме этого договора купли-продажи, ни документы на растамужку, больше ничего. И тут вопрос становится, как нотариус будет выдавать наследство, кому будет выдавать наследство, естественно, что завещание не написано на того человека, который, скажем, давал деньги на покупку этой машины. Разбираться тогда либо с наследниками, либо обращаться в суд за защитой своего права. Этой схемой уже заинтересовались и в России. Белорусские посредники, которые подпадают под льготную растаможку, сами того не подозревая, оформляют машины для продажи на рынок в страну-соседку. Таким образом, инвалиды и многодетные, зарабатывая себе небольшой гонорар, становятся участниками международных серых схем. Сами хитрые дельцы о новом своем бизнесе заявляют так. Главное, чтобы льготники не закончились. В главном эфире о серых схемах льготной растаможки говорили Владимир Королев, Мария Тройнич, Виктор Борисов и Юрий Тихонович. Что я хочу сказать этим барыгам? Значит, ребята, у вас не получится так деньги зарабатывать. Для того, чтобы заниматься этим бизнесом, серые схемы, левые, применять нельзя. Вы подставляете людей. Вы дискредитируете сам рынок автодомов и прицепов дач в России. Вы делаете так, что люди будут бояться покупать. Если, не дай бог, где-то у кого-то что-то конфискуют, то в интернете будет скандал. И люди просто будут бояться покупать эту технику из-за вас. Я заранее предупреждаю, что если у людей будут эти прицепы конфискованы, то причина конфискации в том, что вы применили серую схему. Так делать нельзя. Зарабатывать деньги нужно другими способами, а не вашими левыми, барыжными, непонятными исканиями на форумах инвалидов. Всего хорошего.